Ещё совсем недавно в нашей стране такое явление, как рэкет, было очень распространено. Более того, в некоторых кругах эти бандиты и вымогатели пользовались определённым авторитетом. Тогда от рэкета страдали все — и простые мелкие торговцы, и директора крупных заводов. Но самым уязвимым звеном были дальнобойщики. Зачастую они становились жертвой грабителей где-то на дорогах, исчезая бесследно вместе с грузом. И надеяться было не на кого, кроме как на себя и на своих коллег. Иногда дальнобойщикам удавалось объединяться и давать организованный отпор бандитам, но чаще приходилось просто откупаться от них, теряя часть собственной выручки или вообще попадая в убыток. Вот такая история и произошла с нашим героем — Максимом, тогда ещё молодым парнем, решившим начать работать на себя. Он продал доставшийся ему по наследству дом деда и, добавив ещё денег, купил себе почти новый КАМАЗ. Радости его тогда не было предела. «Вот теперь заживём», — думал он. «Тем более, что и заказы уже были. Только работай да зарабатывай», — казалось ему. Но на деле оказалось всё не так просто. В свой первый рейс Максим отправился по родным местам. Ему предстояло преодолеть чуть больше тысячи километров, чтобы доставить партию алкоголя. Владелец груза дал аванс и сказал, что если всё пройдёт хорошо, то возьмёт его на постоянной основе. Поначалу всё шло хорошо. Макс свернул с трассы, решив срезать по объездной дороге, которая шла прямиком через лес. Дорога здесь была относительно неплохая, и о ней мало кто знал. На это водитель и рассчитывал, но, как оказалось впоследствии, он сильно ошибся. Всё началось с того, что Макс увидел в зеркало заднего вида быстро приближающийся чёрный джип. Догнав его, джип начал активно моргать фарами и сигналить. Внутри у парня всё оборвалось. Конечно же, он был наслышан о том разбое, который случается на трассах, но как они смогли вычислить его на практически безлюдной лесной дороге? А джип тем временем начал равняться с грузовиком. И из его открытого окна показалась бритая голова типичного бандита, который начал махать рукой и кричать, чтобы Максим остановился. Макс решил рискнуть. Если он остановится здесь, то в лучшем случае у него просто заберут всё, что захотят, а в худшем он здесь и останется. Где-нибудь в сугробе. На съедение голодным волкам и рысям. Водитель грузовика решительно надавил на педаль газа. Понятно, что бандиты тоже не собирались так сразу сдаваться. Джип резко ускорился, нагоняя беглеца. Макс стал вилять по пустынной дороге, не давая себя обойти. Только бы до трассы дотянуть, только бы успеть, думал он. Там бы они уже не смогли так свободно его преследовать, и, возможно, получилось бы оторваться. Вскоре парень увидел, как в окно джипа высунулся всё тот же лысый, держа в руках дробовик. Тут же последовал выстрел, разбивший ему зеркало и дробью поцарапав дверь. Макс инстинктивно пригнулся, повернув руль. КамАЗ вылетел на обочину, увязнув одним колесом в глубоком снегу, и по инерции пролетел ещё несколько метров, всё сильнее съезжая с дороги, и, наконец, остановился. Тут же остановился тот самый джип, и из него выскочило четыре крепких мужчины. Тот, который с ружьём открыл дверь и выволок Макса на улицу, наставив на него ствол. «Ну что, гнида, сбежать от нас думал!» — крикнул главный бандит, ударив Макса прикладом в живот. Парень упал от боли, стараясь сделать вдох после такого удара. «Что везёшь?» — последовал следующий вопрос, сопровождаемый тычком ствола в грудь. «Алкоголь», — ответил Макс. «О, это хорошо! Это мы любим!» — сказал грабитель, забирая ключи от фуры. «Не надо, парни, ну не надо!» — начал уговаривать грабителей Макс, поднявшись на ноги. «Сам виноват!» — равнодушно ответил Лысый, положив дробовик на плечо. «Повёл себя неправильно. Людям хорошим отказал. Теперь отвечать придётся». Он вновь зло посмотрел на Максима, словно раздумывая, ударить ли его ещё раз или пожалеть. «Да что же вы за люди такие?» — вдруг заорал Максим, отойдя немного в сторону и наблюдая, как бандиты сгружают ящики с водкой, укладывая их в свой джип. «Да вы не люди просто!» Макс был близок к истерике. На его глазах эти мародёры разрушали всё. Его мечту, его надежда и будущее. «Да хватит ныть!» — сказал Лысый и двинулся к нему. Он вновь замахнулся прикладом, чтобы ударить водителя. Но тот увернулся и от всей души вмазал бандиту так, что тот рухнул в снег. Его дружки, увидев это, кинулись к Максу, на ходу доставая кастеты и ножи. «Это конец», — подумал парень, держа руки на готове, чтобы встретить противников. Он прекрасно понимал, что это будет его последний бой. Здоровенный бандит был уже в двух шагах от него и уже поднял свой кулак с кастетом, чтобы обрушить его на голову парня, как в этот момент какая-то неведомая сила ударила его, сбив с ног и повалив на снег. Максим опешил от увиденного. Стая волков вылетела из леса, кидаясь на грабителей и начав рвать их на части. А Макс в оцепенении наблюдал, как те, кто только что хотели его убить, сами валяются, катаясь по земле и истошно вопя. Огромный вожак рвал руки здоровяка прямо под ногами Макса, а тот истошно кричал, стараясь не дать лесному хищнику добраться до горла. Вдруг Максим всё понял. Он узнал этого серого предводителя волков. Теперь он стал огромным хищным зверем, наводящим ужас на любого, кто встанет на его пути. А тогда, когда он проводил лето вместе со своим дедом, они нашли его, чуть живого и истощённого. Долго он привыкал к людям. Макс, будучи ещё ребёнком, выкармливал и выхаживал бурелома. Так он назвал найденного волчонка. Но когда волчонок окреп, он стал настоящим другом для парня и его деда. Словно поняв, что люди спасли его жизнь, он каждую минуту старался отплатить им добром за добро. И вот сейчас каким-то чудом бурелом услышал и вспомнил голос спасшего его когда-то человека и привёл свою стаю, чтобы раз и навсегда разобраться с обидчиками. «Бурелом, стой! Не надо!» – закричал Макс. Волк поднял окровавленную морду, глядя на парня, и приветливо завилял хвостом. Лежащий под ним бандит удивлённо посмотрел на Макса, а потом на волка и закричал. «Убери их! Убери! Пожалуйста! Я умоляю тебя! Хочешь машину нашу забери! Хочешь деньги всё отдадим!» Бурелом покосился на свою жертву, и его клыки вновь обнажились, демонстрируя, что он снова готов напасть. Грабитель завыл, размазывая слёзы окровавленными руками по лицу. «Прости! Прости нас!» – говорил он. «Да всё, что хочешь для тебя сделаем, только прости!» Макс сел на колено, подозвав к себе волка. Бурелом с готовностью подошёл к человеку и уткнулся лбом в лицо своего друга. «Волчара!» – шептал Макс, наглаживая и обнимая волка. «Ты же спас меня сегодня! Ты всю мою жизнь спас!» Остальные волки насторожённо наблюдали за своим вожаком, приглядывая за людьми. «Коробки обратно ставим!» – дал команду Макс бандитам. И те, послушно поднимаясь, начали обратно составлять награбленное. «И оружие своё сюда сложите!» Всё ещё, обнимая Бурелома, распоряжался шофёр. Бандиты, хромая и истекая кровью, выполнили всё, что сказал им Максим. «А теперь пошли вон отсюда!» – с каким-то безразличием сказал Макс, стоя рядом со своим серым другом. Грабители молча запрыгнули в свой автомобиль и быстро удалились. Оставшаяся дорога до пункта выгрузки прошла без происшествий. Макс всю дорогу думал о людях и волках, о том, кто из них дольше помнит добро, и кто больше достоин почётного звания человек. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.